Здравствуйте! Сегодня с вами Андрей Бурмистров, Алина Вачеховская и наш главный помощник на обучениях Леонид. Как добиться результата, используя функциональное тейпирование у взрослых и детей? Спросим нашего эксперта Алины Вачеховской. Алина, начну со следующего. За последнее время мы перестроили программу обучения и теперь функциональный кинозитейпинг для взрослых детей включает формат онлайн и формат офлайн. Раньше было так, что люди приезжали на 6 дней и получали теорию-практику, теорию-практику, но наш опыт говорит о том, что за 6 дней такое количество информации слишком много для того, чтобы люди с разным базовым знанием могли все уложить и структурировать в своей голове. И мы подумали о том, что если мы часть информации теоретической с некоторыми практическими демонстрациями вынесем в формат онлайн, чтобы наши курсанты спокойно в комфортном режиме, темпе разобрались с теорией, например, со строением лимфатической системы, поняли принципы лимфодренажного тейпирования, посмотрели видео, где используются примеры аппликации с твоими комментариями, то они, приехав на офлайн-часть курса, будут более подготовлены. У тебя уже был опыт проведения такого курса, когда люди приехали после онлайн-части, которые действительно посмотрели, изучили, сдали тестирование, они были готовы. Что происходит на офлайн-части курса? Насколько удобен такой формат? Ой, я может начну так. Нужно начать с того, что некоторые люди еще постоянно думают, что кинезо-тейпирование это миф. Это нужно начать с того. Ребята, я еще раз скажу, наверное, это миллион раз уже говорила, скажу еще раз. В официальной Ассоциации Плавцов Международной это пирование строго запрещено во время сервинования, потому что оно считается как допинг. Тогда, как бы этого не было, как бы он не работал, такого записа бы не было наверно в регулировании сервинования для плавцов. Ну, начнем с этого. В тариже нужно знать, что за этим делать, потому что есть много ситуаций, в которых люди смотрят на наклейки, а, я там наклеил все там, что там такое? Ну, так не должно быть, потому что лента в этой пировании... Я не хочу говорить, что есть разные бренды. Да, есть разные бренды, некоторые ученики, некоторые хуже, как бы не об этом. Эта лента имеет какие-то свои физические возможности, да? Она идет или в дол, или в поперок, зависит какая-то лента. И мы должны знать, что мы хотим с него сделать. И часть этого мы даем в онлайне. Там есть просто лимфодренаж, который можно безопасно показать в формате онлайн. И сразу объяснить, что лимфодренаж касается всего, потому что люди не хотят обучать лимфодренажа, потому что говорят, а зачем мне лимфодренаж, мне нужно тут у нас устав, тут у ортопедия. Подождите. Не знаю, я сейчас упаду, у меня скручить за колено. Ну и что? У меня будет оциок, да? Тогда в ортопедии тоже нужно использовать лимфодренажными аппликациями, потому что оциоки идут с нами постоянно в нашей жизни. Хочем, не хочем, они есть. Очень хорошее в формате онлайн есть то, что я там стараюсь объяснить anatомию лимфатические системы и объяснить, почему эти усы, этих лэнд и нола, почему они там, а не в других местах. И серьезно, я вам могу сказать, что потом, как люди переезжают уже на эту часть практической, примерно, как работают с пациентами, у которых есть оциок, они кроме того, что обучаются, а потом уже других вариантов этой пирования, они знают, что здесь нужно добавить даже противоциочную аппликацию. Что тогда происходит в формате офлайн? Ну, первые приезжают люди, которые хотят дальше двигаться. Это очень важно, потому что не все, понятно, будут дальше продолжать, потому что может кто-то сказать мне, что это не мое, я не хочу. Мы делаем, ребята, это серьезно работает. Андрей, ты был на курсе в нижнем вспомнике, как мы учили зерене, даже знаем, как тейпом уучить зерене. Ребята, я сейчас не врую, это правда. Знаем, как наклеить тейп, чтобы исправить зерене и уучить акомодацию глаза. Это серьезно происходит. Это не шутки, мы не хотим вас обмануть, чтобы вы пришли. Чтобы это сделать, нужно знать анатомию человека и биомеханика. Пять, я попросила, наверное, по кругу одно и то же говорю. По-другому, мы знаем даже, как испauзывать лентом у людей, у которых есть dysфункция дыхания. Очень важно, потому что есть пациенты, которые долго находятся в какой-то позиции для них неудобной. Лежащие пациенты, например, или дети с ДЦП. Мы даже знаем, как сделать пасывную стабилизацию, которая касается уже definиции гурсета, а с другой стороны, она работает, это вся аппликация для сколиоз. С одной стороны, это гурсет, да, ну, функциональный, потому что пациент двигает себя в нем. Ну, тогда я думаю, что кинеза этой пиорионе, это что-то больше, чем просто наклейка на теле человека. Она может быть красива, почему нет? Это не противопоказание, чтобы это пиорионе было красивое. Но самое главное, чтобы она работала, а не просто находилась на теле. И в этом секрет, то, что мы делаем потом, в офлайне, касается, да, там мышечные техники идут, много их идут. Суставные, стабилизация, отчерение, опорные. Сложно так быстро сказать, что там происходит, потому что программ у нас в начале, то есть лимфо-дренажное плюс стабилизация, как бы первый подход до этой пиорионе, а потом обсуждаем, да, такой, такой ситуации, такая, такая сколиоз, да, зрене, гладание. Это все идет уже на облечение. Есть проблем и мы с ним справляемся, да. Примерно кто из курсантов скажет, а у меня такой пациент с таким проблемом. Хорошо, давайте обсуждаем. Почему я об этом говорила? Потому что некоторые живут еще в таком, как бы, в таком мифе, что программ обучения, он там от гауки идет. Не, ребята, у нас живые обучения идут. Нам вас нужно обучить, а не работать от гауки. Мы не работаем от гауки, да. Есть проблем, вы приезжаете с проблемом, премьера не знаю, у меня там пациент, з-з-з, давайте, 20 людей в обучении обсуждаем, стараемся раскрыть этот проблем и справить с ним. Это обучение, да. Это не урок в детском садике, только обучение взрослых людей, которые знают, зачем приехали. Я так это вижу. Если подвести некоторый итог, правильно я понимаю, что мы даем еще дополнительно какую-то теорию, принципы построения, скажем так, алгоритмы тейпирования с учетом подхода к устранению отека, подхода к стабилизации, подхода к активации или торможению какого-то движения, как это связано с мышечно-фасциальными взаимодействиями, как это связано с функцией пациента, как это может быть у пациента после инсульта, при ДЦП, с нарушением глотания, например, у ампутанта, у пациента после операции, например, по поводу эндопротезирования тазобедренного сустава, у пациента с болью, например, из-за грыжи или у пациента с нестабильностью шеи и плеча. Я видел, что на курсе используются какие-то картинки, то есть когда курсанты что-то рисовали на теле человека. То есть можешь поподробнее об этом, что это такое? То есть с одной стороны есть для них как обучение, чем, можно по другому, чем они возьмут ленту и будут не думать, что там делать? Их задача это нарисовать. То они примерно получают там задачи, сделай стабилизацию плеча, но на плече нельзя тебе дать ни одной ленте. Вот. И они смотрят на картину, там человек, что могут кроме этого плеча. И тогда им нужно придумать, какая мышца еще делает функцию стабилизации плеча, примерно плеча. И так придумать вариант, чтобы не касаться плеча, сделать примерно стабилизацию. Как им это получится, тогда делают это на живом человеку и смотрят, повезло или нет. Друзья, я могу сказать, что вот такой подход к обучению, он с одной стороны экономит тейпы, экономит время, потому что курсанты, выполняя вот эти ситуационные задачи на листе бумаги, учатся думать и моделировать в 3D, то есть как они используют тейпы, что произойдет с пациентом, какая будет реакция нервной системы, какая будет реакция фасций, мышц, что изменится в суставе и, соответственно, каким образом улучшится функция. В обсуждениях с преподавателями из группы, то есть можно будет найти свои ошибки, их исправить. И после того, как появилась правильная модель, то есть как бы эскиз аппликаций, то есть дальше курсанты друг на друге делают те же самые аппликации, только уже на своем теле и сразу видят эффект. Либо видят эффект, например, на следующий день, если аппликации работают отсрочно. Правильно? Все верно. Вопрос. Есть ли у курсантов возможность отработать эти техники на пациентах? Есть. Потому что мы, как всегда, в наших всех обучениях проходят пациенты и есть. Даже пациенты ожидают этого обучения, потому что они знают, какие эффекты. Тогда пациенты проходят, много пациентов есть, и мы это делаем. Тогда всегда на пациентах. Но понятно, что они не делают алгоритму, с которым они подготовились день раньше, потому что это был алгоритм на этот день, а пациенты вообще может не подходить под этот алгоритм. Тогда опять начинают делать анализу, дисфункции, что нужно, как и как это все хорошо, тогда делают. Если у курсантов есть такое, скажем так, ну, может быть, опасение, что я работаю со взрослым пациентом, а, например, там пациенты будут дети. Как не бояться, скажем так, выполнять вот эту работу с пациентом? То есть поможет ли преподаватель, помогут ли коллеги? Ну, нужно начать с того, что для нас, для терапевтов, пациент должен mieć возраста. Это как бы первое. Потому что я всегда удивляюсь, почему мы разделили пациентов на взрослых и на детей. Мы должны заниматься дисфункцией. А сколько она имеет лет, какая разница? Это дисфункция. У нас был пациент, которому было 16 лет, и он был 5 метров ростом. А есть иногда детей, я знаю такую одну девушку, которая имеет 12 лет, и 172 см, да? Тогда, ну, как бы, мы не должны так смотреть. Я знаю, что иногда люди, которые работают за взрослыми, как видят детей, а еще ребенка с ДЦП, они начинают пугать. Нет, ребята, сейчас до вас. Вместе с этими детьми приходят мамы, а эти мамы все уже знают, на все готовые. Они разрешают серьезно, чтобы вы могли поработать с их детьми, они благодарны, и мы им тоже благодарны, что они нам доверяют. Тогда не бойтесь, дети с ДЦП, это очень хорошие пациенты, и как бы, ну, возможность поработать с такими позитивными пациентами, как наши, это только у нас. Друзья, на курсе по функциональному этапированию у вас будет возможность закрепить свои теоретические знания, получить базовые и продвинутые практические навыки, соединить теории с практикой, отработать все это на, скажем так, алгоритмах, решая ситуационные задачи, сделать аппликации друг на друге, потом провести диагностику и подобрать свою терапию для пациента, увидеть результат, и тогда вы получите ответ на многие свои вопросы, как функциональное этапирование работает, почему это не копирование аппликации из книги, а каждый раз индивидуально подобранный рецепт для каждого конкретного пациента, направленный на результат. Друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока! Пока!